ТЕЦ-1 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 Вот вы говорите о тех модернизациях, тех реконструкциях, которые проходили на ТЕЦ-1, но все-таки больше жителей сейчас волнуют по теме экологии. Вот какие конструктивные изменения надо внести, чтобы сократить выбросы на ТЕЦ-1? На ваш взгляд какие? Ну немножко, наверное, тоже еще раз истории. Когда ввелось оборудование Краснодарское ТЕЦ-1, на нем было экологические газочистные оборудования. Это как батарейные циклоны двухзаходные, которые в то время являлись достаточно современными. Следующим этапом было с 2005 года принято решение и разработаны проекты на замену батарейных циклонов двухзаходных на более эффективные четырехзаходные. По 2015 год включительно были реализованы эти мероприятия. И КПД газочистных установок довели до 95% степени очистки газов. Достаточно был серьезный шаг, что привел к уменьшению на 36% выбросов по пыли золы в окружающую среду. И если в тоннах говорить, то это цифра реально, значит 5600 тонн, это выбросы были сокращены. Для понимания, в 2016 году Краснодарское ТЕЦ-1 выбросило в атмосферу 17 тысяч тонн. При этом разрешенные у нас есть разрешенные нормативы. Нормативы, да, нормативы. Есть такой документ, он как раз вот... Он нам позволяет, то есть нам государство позволяет выбросить в атмосферу 21 тысячу. То есть мы выбрасываем 17 тысяч. То есть с 2015 года мы вошли в нормативы выбросов в атмосферу, тем самым мы завыполняем требования действующего законодательства. Ну, кстати, вот на этой неделе законодательство будет обсуждаться вновь в Красноярском крае определенно допустимых выбросов. И я думаю, что в связи с последними событиями, там, с подписанием Харти, которая, кстати, и в том числе и компания СГК подписала, и, скажем так, с подписанием соглашения с губернатором Красноярского края, все-таки я думаю, что эти нормы будут каким-то образом ужесточаться. Поэтому восстанавливаться здесь, я думаю, не стоит пока что почивать на лаврах и говорить, что у нас выбрасываем меньше. Я понимаю, что у вас сейчас все-таки будет еще модернизация по улучшению экологической ситуации. Какие? Вот вы именно и правильно сказали, что останавливаться и почивать на лаврах не стоит, потому что наша экологическая политика компании, сибирская ленирующая компания, подразумевает собой дальнейшее развитие и снижение влияния на атмосферный воздух. Здесь влияние имеет наша компоновка нашей станции, которая фактически была сделана в 40-е годы и не подразумевала установку вот этого сейчас современного газоочистного оборудования, которое имеет достаточно большие габариты. Поэтому габариты газоочистного оборудования, которые предлагались ранее, они не вписывались в те габариты, которые есть у нас на станции. Поэтому мы все это время достаточно плотно работали с вопросом, а как вписать современный электрофильтр в ту компоновку, которая существует. Слушайте, вот я бы даже предположить не мог, что вот такая проблема может возникнуть. Поэтому достаточно это время, которое в течение двух лет мы пытались найти пути решения. Приходили производители электрофильтров, когда мы говорили, мы хотим оснастить, мы хотим модернизировать. Они приходили, да, окей, мы будем это делать. Когда приходили на территорию станции, они смотрели и говорили, нет, наверное, мы тут не сможем установить свое оборудование. Но, как говорится, время движется вперед, инженерная мысль, она всегда движется ввысь. Изменились конструкции электрофильтров, изменились подходы, изменились некоторые технические характеристики. И современные производители электрофильтров сейчас говорят о том, что да, мы готовы вписать в ваши габариты существующий электрофильтр. И мы нашли техническое решение, которое мы в виде пилотного проекта сейчас хотим осуществить на нашей станции. Понятно. То есть если этот пилотный проект получится на одной турбине, насколько я понимаю, оно будет и на все остальные. Я правильно понимаю? Да, мы ставим на выходе одного кута агрегата, для того, чтобы обкатать технологию установки, установки реализации этого проекта. Для того, чтобы в дальнейшем можно было уже, было понятно, с чем мы столкнемся, и можно было ретранслировать данный проект. Вы сейчас еще и новую трубу собираетесь строить? Да, это... Высотную. Вот, понимаете, вот мы эту тему вскользь затрагивали в беседе с генеральным директором СГК Михаилом Позинцевым, но мне все-таки хочется услышать ваше разъяснение. Вот как высокая труба может решить экологические проблемы? Начнем с того, что наш город Красноярск, Красноярск, вот географически расположен в низинке. Река Енисея плюс водохранилище Красноярского моря создают на 100-метровой высоте пароводяное облако, которое мешает прохождению тех выбросов, которые делают все промышленные предприятия, даже и кончая автотранспортом. Значит, на станции есть четыре дымовых трубы. Это первая, вторая — 105 метров, третья дымовая труба — 120 метров и четвертая труба — 180 метров. Если брать четвертую дымовую трубу, то все выбросы, которые идут с трубы, они уходят за это облако водяной смеси и рассеиваются в атмосфере. Поэтому мы и стремимся сделать трубу с высотой не менее 200, а мы сейчас декларируем 270 метров. 270 метров. Я сразу поясню цифру. Мы ориентируемся на опыт работы Красноярской ТЭЦ-3, где труба 275 метров установлена. И если смотреть на эту трубу, то даже иногда не видно, что она выбрасывает. Вообще строительство дымовой трубы — это достаточно комплексный подход вместе с электрофильтрами. Их надо уже рассматривать вместе, потому что, опять возвращаясь к компоновке, если мы нашли сейчас на пилотный проект место установки электрофильтра, то на те электрофильтры, которые, вернее, на Котово агрегаты, которые подключены к первой, второй, третьей дымовой трубе, там места нету сейчас вообще. И вот строительство дымовой трубы, первое, за место трех более низких дымовых труб, даст нам, развяжет место для того, чтобы можно было проектировать и устанавливать дальше электрофильтра. Понятно. То есть это часть, это не решение всех проблем, это составная часть, которая позволит дальше уже устанавливать оборудование, способное сокращать количество выбросов атмосферы. Я правильно понимаю? Но это часть, но это очень важная и очень эффективная часть. А маленькие трубы будут задействованы или вы их уберете? Или вы им будете пользоваться дальше? Они будут демонтированы. То есть вы их убираете? Да, они будут демонтированы. Вы строите 270 метров и три низких трубы, которые 105 метров и 120, вы просто-напросто убираете? Да. Понятно. Ну, а как вы считаете, во сколько, какое по времени будет вот этот проект? Через сколько примерно горожане уже смогут ощутить снижение количества выбросов от ТЦ-1? Если брать в рамках проектного, пилотного проекта по электрофильтрам, то в этом году у нас уже идут конкурсные процедуры на запрос предложений от производителей. В декабре месяце мы планируем этот проект уже реализовать в плане самого проектирования. То есть в декабре месяце вместе с проектировщиками решить те технические трудности, которые будут возникать. То есть выбрать сначала победителя, заключить договор и решить все технические вопросы, и оформить это уже документом, и пройти экспертизы, необходимые экспертизы. По дымовой трубе тоже сейчас в стадии конкурсных процедур находится разработка, значит, для разработки проекта на дымовую трубу. Дальше, по срокам реализации дымовой трубы, это, конечно, в первую очередь будет при проектировании, график реализации проекта. Но я думаю, что уже с 2018 года мы начнем это строительство. Ну вот все равно вы же говорили о ТЭЦ-3, да, но вот примерно если сравнивать вот сроки, сколько нужно времени, чтобы такую трубу возвести? Два года, три года там, или может быть за год это можно успеть. Понимаю, что это все зависит от проекта, который будет представлен, это с одной стороны. Но все равно какой-то опыт уже существует, хотя бы приблизительные сроки назвать, чтобы мы могли ориентироваться. Ну, есть реальный опыт строительства дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-3, 275-метровой трубы, значит, это было 6 лет фактически, с прохождением экспертизы. Но там, конечно, влияние было, значит, в 90-х годов, это время строительства. Поэтому я думаю, что три года это такой вот нормативный срок. Нормативный срок. Понятно. А вот в результате запуска новой трубы, в результате запуска тех фильтров, которые вы собираетесь поставить, вот каких вредных веществ станет меньше и на сколько? Все равно же просчитывается как-то? Да, конечно. В первую очередь это мы говорим о пылесаже, которую мы выбрасываем, которую видят все жители города Красноярска, видим мы, от которого мы хотим избавиться. Значит, сам установка электрофильтра поведет к тому, что мы станем с данного котового регата меньше выбрасывать в атмосферу, примерно 470-500 тонн в год. Такая вот внушительная цифра получается по пыли. По дымовой трубе это, конечно, влияние на предельные концентрации веществ в атмосфере. ПДК, так называемый. То есть ПДК равна единице, это когда, грубо, это тот уровень предельный, после которого идет влияние уже на жизнь здорового человека. Поэтому мы именно высотной дымовой трубой будем снижать ПДК выброса веществ. Мы экспертно уже просчитали, это примерно до 70-80% будет снижение от действующих сейчас у нас выбросов. То есть в 3-4 раза будет снижение то ли ПДК, как пыли, как диоксида азота и диоксида серы. Ну что ж, будем надеяться, что вот эти теоретические данные, они потом воплотятся в практические. Вот я и хотел добавить, что при проектировании будет экологическая часть проекте, который, кстати, как и весь проект по дымовой трубе, он будет проходить экспертизу. То есть проектировщики, они рассчитают, подтвердят наши расчеты, либо улучшат еще, и дальше экспертиза подтвердит. Спасибо за интервью. Сергей Бородолин, директор Красноярской ТЭЦ-1, компания «СГРК». Сегодня был моим гостем. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok